Девушки отдыхают Здравствуйте, я человек оптимистичный и надеюсь, что благодаря этой программе я наконец-то обрету свое семейное счастье и найду свою вторую половину Дмитрий, 43 года, женился на женщине, которая еще не рассталась со своим прошлым Но ни его хорошее отношение к ней, ни рождение ребенка не смогли сохранить семью Остался жить с сыном, которым очень гордится Дмитрий системный администратор в фитнес-центре Много работает, путешествует, мечтает жить в гармонии с миром и покорить небо за штурвалом самолета Предупреждает, что его женщина не должна нарушать его личное пространство Дмитрию не нравятся девушки, которые увлекаются спиртным Женится на мудрой и хозяйственной блондинке, которая готова вложить в создание семьи много сил и терпения Здравствуйте, Дмитрий Здравствуйте, здравствуйте, это вам Спасибо 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 Небеса, мне интересно подарить себе точки Вы уже приходили к нам? Два года Рассказывайте, какие-то выводы сделали Что у вас произошло за эти два года? Неужели так никого не нашли? Ну, пока, вы знаете, пока вот никого не удалось найти Вот, но выводы сделал Какие? Выводы сделал Вы знаете, благодаря вашим словам и словам Василисы, которые все время были сказаны Так, а я? Че, плохо работала, что ли? Дай договорить комплимент хотя бы один до конца Можем мы комплимент получить с Ларисой? Нет, вы неплохо работали, но благодаря именно словам Василисы, я даже выделю ее Хотелось бы сказать Сначала я обижался на ее слова, когда она сказала, что человек не знает, чего он хочет Я сначала обижался, а потом со временем я прислушался все-таки к ней И понял, что действительно, на тот момент я не знал, чего я хочу А сейчас? Сейчас я знаю Что рассказываете? Сейчас, понимаете, мне нужна семья Мне нужна действительно хорошая, стабильная семья Потому что ребенок живет со мной Давайте тогда вернемся к вашей истории Которую не все зрители Значит, вы познакомились с девушкой, которая сидела на скамеечке, горевала И горевала по своему любимому человеку И тут подошел такой мужчина, Димой звали Подсел на окрашу и говорит Девушка, а девушка, а чего вы плачете-то? Бросил, что ли, кто? Она на грудь вам И рассказала, кто ее бросил Ну, любимый человек ее бросил То есть были какие-то переживания Человек, она импульсивный Вот Как-то постарался ей помочь Вот это очень выгодно, подходить к девушке, которая плачет Она чувствительна в этот момент Да, ранимая чужая Червный шаг Да, да И через сколько вы женились? Через год Через год А через сколько она забыла свою любовь? Ну, я не могу сказать, что она забыла свою любовь Я могу сказать, что отношения сломались, наверное, потому, что мы не понимали в то время Наверное, как строить семейные отношения То есть, понимаете, когда есть вспышка, а ты не знаешь А сколько лет-то вам было? 32 А ей? 22 Ну, у вас ребенок родился как положено через год Было на что переключить свои страдания и внимание, да? А жена не сказала Ой, Дим, какая я была дура Господи, да по какому я там рыдала Какое было счастье, чтобы ты ко мне тогда подошел Вот она, настоящая-то Вот она, любовь, ребенок живой А я-то там думала Или нет? Или это ее никак не изменило? Нет, это ее, конечно, изменило, понимаете Но с появлением ребенка, как вы сами понимаете Возникает жизнь людей, она меняется Проверка на крепость чувств Потому что многие мужчины ломаются Многие девушки ломаются тоже Давайте так конкретно, Димуль Вот что она хотела, а чего вы не хотели? Знаете как? В тот момент она не работала Я работал А дома ей тоже было достаточно тяжело с ребенком А мамы, папы кто-то помогал? Ну, естественно, бабушки То есть она могла вырваться куда-то, оставить на вас с мамами? Да, могла вырваться куда-то, да То есть она была молода, ей было 20-го года, например Она просилась, вот, отросилась в какой-то... На дискотеку Да, вот, я категорически против этого С грудным ребенком Да, с грудным ребенком Я категорически против А, вот, Дмитрий Вот, смотрите, неравный брак в чем? 10 лет, поколение Вам уже хочется на диване и КВН посмотреть А ей хочется куда-то затусить и показать новую маечку Понимаете? В этом проблема Поэтому, когда вам хочется дельфиньево тела, молодого Вы думаете о том, что еще утро есть, обед и вечер Когда нужно поговорить о чем-то Когда нужно сходить куда-то, когда общие друзья, наконец-то Ну, короче, вы стали держать на коротком поводке Она взбрыкнула, и кто предложил первое, от кого уйти? Ну, она ушла Она забрала ребенка с собой и ушла А как оказалось, что сейчас ребенок с вами? Понимаете, сложилось так Ну, я не знаю, как это правильно выразить Что моя работа находится в трех минутах ходьбы Или езде на машине вокруг нашего города, прекрасного Троицка Вот, мне было проще забирать его из детского сада Ну, понятно, такие вот моменты, географически, технические Да, такие моменты, да, да Потом, понимаете, как бы я не могу упустить своего ребенка То есть я не могу дать самотек движению, развитию ребенка А мать, сколько было мальчику, когда он сказал, хочу с папой жить? Это было в конце второго класса Я не представляю, как можно оставить ребенка отцу Это невозможно Нет, отец может быть тоже хороший, но Это невозможно, я не могу себе представить Я не могу представить, как я могла бы оставить ребенка А она не к бывшей любви своей ушла? Нет Нет, у нее прекрасная семья, у нее муж, новый ребенок То есть у них... Понятно А ребенок-то имеет возможность с мамой видеть? Конечно, имеет Он периодически, что он периодически делает? Сейчас сколько, пацана? Двенадцать Одиннадцать Одиннадцать? Двенадцать в этом году Труднейший возраст Вот он мальчика подготовил к тому, что может появиться еще одна женщина Да, интересно, как воспринимать Потому что это самый такой опасный возраст Вот смотрите, приходит к вам в дом женщина А вам 43 года, значит, по-любому у нее, если она нормальный человек, у нее уже есть дети от предыдущих браков Вас это не будет смущать Нет, абсолютно Я надеюсь, да? И вот она придет со своим уставом, со своим укладом, со своим взглядом на воспитание, со своей новой кухней Дима, нужно жениться по любви исключительно Но в вашем случае, в вашей истории, кроме страсти, нужно еще и включить голову Потому что вы отвечаете за пацана, который рядом с вами Сломать его сейчас в одну секунду В одиннадцать-двенадцать лет Самый чудовищный период Поэтому будем смотреть на женщину И прощупывать, какая она не только в социуме, но и в семье, да? Во взаимоотношениях с детьми Чего бы не хотелось? Ну, знаете, не хотелось бы каких-то вольностей Потому что семья... Не числите, пожалуйста Ну, например, вы знаете, как бы, вот вы говорите про свой устав Да, про свой устав То есть, когда начинают появляться в ненужный момент дома Вот там, вот, какие-то компании То есть, я не очень этого люблю А жена на вашу территорию должна прийти Да То есть, вам не нужна женщина, которая будет собирать компании в доме Которая будет по подругам Которая будет, чтобы мобильно приехать к нему, бросить все, что есть у нее Нет, давайте так, давайте так, какая она должна быть Она должна быть в контакте со мной То есть, она может общаться с подругами, она может заниматься этим Но это не должно идти в ущерб нашей основной системе задачи Конечно, Дмитрий, а вы имеете право заявить о том, что вам не хочется в доме компании Нет, в принципе... Я не поняла, она должна быть дома или она имеет право работать? Нет, она имеет право и работать, и общаться с подругами Но при этом должна полностью все успевать Что вы ей взамен можете предложить? Как отдыхать? Взамен общения компаний? Да Либо она должна быть вашей ровесницей, которая тоже уже нажилась, нагулялась, что ей захочется дома сидеть с вами, смотреть телевизор Если вам нужна молодая... Вы же еще хотите детей, по-моему, да? Да То есть, вам нужна женщина молодая Значит, вы должны что-то предложить Вот наша компания... Наша компания... Если нам надо отдохнуть, мы берем генераторы, берем мотоциклы У нас есть там группа мотоциклистов, берем машины, джипы, выезжаем в лес... Милька, это вы про себя, рыбонька, это вы про себя все А жене что? Ей платье красивое выгуливать? Куда? Сережки, которые вы сейчас на Новый год подарите Куда ей выгулить? Не вопрос Ну? Понимаете, с этим вопросом не будет Этим вопроса не будет, мне нравится, когда они это говорят Подождите, подождите, что он хочет добиться, я не могу понять Ей что будет позволительно? Вы говорите, у меня в субботу выходной В субботу она может пойти с подружками в баню После бани она может пойти посидеть с ними в кафе А я с детьми дома Да, я с детьми дома То есть вы можете это предложить? Я за вас это сказала Да, могу, да Хорошо Роза, Вася А вот у меня вопрос Вы тогда, Дмитрий, первый раз женились В общем-то, особой-то любви не было, как я понимаю Ну почему же Вы ее из жалости Не было там даже из жалости особой, я хочу сказать Любопытство? Любопытство, безусловно Просто понравилась девушка, а жалость была, повод познакомиться Нет, мужчина вообще может на фоне такой вот девушки в беде, так называемой Чувствовать свое превосходство Конечно Вообще ощущение мужчины Конечно Вот, но я хочу это понять Является ли это у вас сформировавшейся уже привычкой? Что женщина должна прикидываться или быть в беде? Вот выбор женщины А вы знаете, я это очень тонко чувствую Потому что в силу, наверное, своего гороскопа я рак Понимаете, я доверяю своей интуиции больше, нежели... Нет, послушайте Психотип, сексуальный тип Когда мужчина любит бедолаг Женщи с проблемами Вот вы к ним относитесь или нет? То есть вы хорошо Я не люблю проблемных женщин А я так и не поняла вот из его разговора Ему нужна недолюбленная, которая будет на него молиться Девочки, я Дмитрию особо не верю Не с точки зрения, что я там каждому слову вашему не верю Я не верю, что у вас... Я верю в то, что у вас уже заложены стереотипы отношений Девушку в беде вы любите Типаж имеется в виду Ребеночка сейчас сами воспитываете Потому что вошли в положение своей бывшей жены У нее там новая семья и так далее И тому подобное Не важно Как есть, так есть К чему говорю? У вас есть выбор Будем либо искать типичный вариант таких вот проблемных Либо будем искать самостоятельно Дмитрий... Так вот с вашей помощью я и надеюсь Как бы раскрыть этот вопрос для себя Я хочу вам сказать... Вы мужчина из провинции Я вас очень хорошо знаю, потому что я оттуда Если вам будет нравиться женщина Вот просто она вам будет сладкая Вы закройте глаза на ее проблемы Или будете разрешать эти проблемы Вы возьмете ее с детьми Вы будете закрывать глаза на то, что она не так ласкова с вашим ребенком Пока у вас будет ретивое на нее реагировать Вы будете закрывать глаза на все Какая бы бриллиантовая, хорошая, с правильной позиции Женщина не попала Уверенная Но если вам не будет нравиться Когда отсвечивают ее лицо и на щеке волосы Или у нее будет не та форма ногтей или щиколотки Вы с ней жить не будете Поэтому ищем интересную Где-то родного возраста А остальную, чтобы не была уже совсем по характеру жабой Все другое вас не устроит Вы на самом деле любите легких и лекомысленных женщин И я надеюсь, что сегодняшняя программа покажет нам Насколько вы сделали выводы из программы прошлой вот за эти два года Сегодня удивительный день, 6 декабря И вот точно ровно в тот момент, когда программа начинается Луна формирует точный тренд к Марсу А значит время действует Причем действует практически В ближайшие два дня Мы все должны быть не на словах активны, а на деле Поэтому я искренне рассчитываю, что вы сегодня покажете девушкам что-то И не только на словах, но каким-то образом попытаетесь Словом, тоже можно выразить действие Продемонстрировать то, какое ты есть на самом деле Да, завлечь нужно, завлечь девушек Конечно Девушка вам нужна молодая Не обременительная Умеющая говорить Такая разговорчивая И действительно очень легкая Если она будет серой мышкой или очень занудной Пускай даже пообещает с вами сидеть дома Вы точно ее не потерпите После рекламы невесты попытаются проявить свое искусство обращения Оцените вместе с нами Вы смотрите «Давай поженимся» У нас в гостях Дмитрий Идите, встречайте первую невесту Удачи Здравствуйте Меня Лена зовут Очень приятно, я Дмитрий И надеюсь на наше дальнейшее общение Посмотрим Спасибо Ну он, конечно, волнуется Он очень волнуется Видно, он весь трясется Здравствуйте, Леночка, с кем вы? Это моя дочь Анна Мария и Инночка Анна Мария? Анна Мария Прямо так в свидетельство о рождении? Да Сколько девочке лет? 13 Как же сейчас молодежь выглядит взрослой все-таки Да, не говорите Ну вот уже мамка разрешала накраситься Ну это... Зачем? Давайте нас посмотрим Почему бы и нет? Елена 44 года Хозяйка студии красоты Профессионально занималась танцами Увлекается натуральными камнями И любит путешествовать Гордится своими детьми И мечтает о красивой свадьбе 20 лет Елена была счастлива с мужем Пока его жизнь внезапно не оборвалась Но она продолжает верить И надеется, что встретит настоящего мужчину И возможно им будет Дмитрий Леночка, сколько лет назад обдавили? Три с половиной года назад А прожили вместе? 20 лет Мы с юностью вместе Знаете, людей ушедших Принято как-то, ну не романтизировать А вспоминать более такими Приятными красками Потому что все плохое забывается Или на самом деле хорошо жили? Вы знаете, мы жили прекрасно И об этом человеке Я своими детьми и всем рассказываю Это человек, который любил жизнь Он подарил мне сказку Ей, наверное, будет тяжело Потому что у нее будет все время перенос Воспоминания Хорошее воспоминание его мужа Конечно Болел или внезапная смерть? Да, внезапная Это инсульт Царство небесное Ребенок один? Двое У нас двое детей У нас еще есть брат и сын Ему 22 года Сколько ему? 22 года? Ну, видите, как хорошо уже парень взрослый Взрослый, да Он взял на себя обязанности Очень большие И помогает Ведь вы при мужа не работали Нет То есть у вас все было замечательно В смысле материальном Да, материальном И когда вы овдовели, оставшись с двумя детьми Вы не стали там вызывать Да? К помощи и за что? И проклинать жизнь А вы себя как-то смогли мобилизовать? Да, конечно Открыть свое дело Вот ее челкаешь подальше Говоришь, что она хочет закрыться От людей То есть она постоянно на лицо Ну, хотя ее короткая юбка не говорит об этом Да, что она хочет закрыться от людей Значит, не будет менять стиль жизни Привыкла жить дорого, богато Правильно? Почему она должна ухудшать за счет бродового положения? Ну, вот, Олег должен подниматься по лестнице Правильно, я не агитирую вас, бедность А мы-то с вами Мы кем работаем, кстати? Было же озвучено Ну, я забыла Системный администратор Это немножко птица не того полета Да, для нее 24 года при нашей экологии Ну, а все врачи отговаривают Я здоровая женщина Смотрите, вам сейчас 44 Пока вы там пообхаживаетесь Может быть, в 46 в лучшем случае лет рожать? Они ровесники, да? Да Не думаю, что он себе хочет ровесницу Вы, кстати, где живете? Снимаю квартиру пока А где? В Москве? Да, конечно А вы к нему поедете на территорию в Троице? Мы теперь тоже новая Москва Да, это я не про это говорю Поедете? Он хочет, чтобы жена была на его территории Ребеночка, он не хочет Во-первых, это близко Скоро это вообще станет Троицкий центр Москвы Потому что все туда переедет Такие вопросы мы могли бы обсудить Всегда можно найти какое-то право Он хочет Нужно сейчас Он хочет, чтобы вы Сегодня день и действия Принимайте Я же не спрашиваю Цвет своего платья, который вы будете выбирать Правда? Да, конечно Но есть какие-то ключевые моменты Принципиальные Которых лучше обсудить здесь И не морочить потом друг другу голову Нет, я даже объясню почему Объясните, пожалуйста Понимаете, вот На сегодняшний день, на мой взгляд Опять же, мнение субъективное Жить в Москве, ну, как бы очень сложно Конечно В Москве нужно работать А жить в других каких-то У нас для того, чтобы порой добраться И строиться к Домкаду У нас уходит по два часа Послушайте, сегодня все богатые Обеспеченные, статусные люди Все в Москву уезжают Это только провинциалы, которые приезжают Снимают квартиры на Тверской Понимаете? Я с вами соглашусь Поэтому, если у вас есть возможность Чтобы дитё не дышало вот этой гарью Жить, послушайте, час-полтора И вы в Москве А бизнес легче всего сейчас как раз там А школа, вы в одну? И школа И школа бы рядышком Как раз я снимаю квартиру Моя студия И школа-то все Ну, не надоело снимать-то? Надоело Ну, так и все Какие тогда проблемы? Смотри, переедет И не надо будет снимать Экономия Анечка, а вы хотите, чтобы мама замуж вышла? Очень А вот там будет ещё парень 12 лет Сдружимся Показывайте сюрприз, который приготовили Я хочу подарить вам слона из уральского малахита Во-первых, это камень здоровья, долголетия, успеха И чтобы в вашем доме Вот вы поставите его с хоботком наверх Чтобы в вашем доме всегда было благополучие Это денежка, да? Какого-то? Какая прелесть Нет, счастья А можно посмотреть? Пожалуйста, я передам А это дорого стоит? Это прям совсем не дешево Это дорого стоит А, хорошо А ещё и малахит Это соединённое влияние Венеры и Плутона Если вы интересуетесь в связи с астрологией И это очень сексуальный камень Усиливающий сексуальную потенцию Я вот здесь, особенно в этом хоботке Да, в хоботке, вот в этом поднятом Я бы как раз видела такой вот мужской символ Да, да Понравился сюрприз? Какая он несет вам позиции Спасибо вам огромное Но прежде всего, знаете, что я ценю? Я ценю ваши намерения в вашем подарке То есть, что вы хотите привнести вот в мой дом на сегодняшний день Понимаете? Как бы экономическая ценность, она тоже важна Это тоже является уровнем и показателем Прежде всего, вот что мне понравилось в этом подарке Это ваши намерения Того, чтобы было в моем доме Спасибо вам за это Спасибо Дочка, копия мамы Счастья вам, девочки, здоровья Проходите в свою комнату Спасибо Вам спасибо Было очень приятно С вами познакомиться Спасибо Вот когда женщина ухоженная Не существует возраста Это имеет основное значение Но она вам не родит Есть такая вот цель Не будет она менять свой стиль жизни Обои на двоих детей И что, надорваться, что ли, хотите? Надо надорваться Надо надорваться Все будет хорошо Главное желание Друзей Друзей, близких Что можно все это променять Ради какого-то эфира Москва Съемная квартира С ребенком Ну бизнес И сразу А разве бизнес нельзя? Во Львове Поэтому я всегда Очень осторожно Отношусь к людям Которым больше, чем 20 лет С насиженного места уезжают Я не доверяю таким людям Это мое личное Субъективное Я не понимаю, что люди В этом возрасте ищут А так мне понравилось, Елена Мне Елена очень понравилась Правда, она обладает Качеством не совсем тем Которым вы бы хотели Вы бы хотели легкости А она мягкая Вот легкость и мягкость В женщине Это не совсем одно и то же Не знаете, я уже смотрел Какие-то другие качества Несмотря на ее Достаточно зрелый возраст Она выглядит гораздо Моложе вас Вот я сидела Смотрела на нее И думаю Вот в чем этот секрет Вы Я не хочу сказать Что вы выглядите стариком По сравнению с ней У нее есть салон красоты А у детей нет Но вы гораздо старше А у меня нету Я думаю, что дело даже И не только в этом В ее натуре Она открытая У нее нет в памяти Каких-то вот Тяжелых периодов жизни Благодаря ее мужу, наверное Все замечательно Мне кажется, что это все равно Не совсем ваш тип женщины Вот как ни крути Она моложе вас Она человек более современный Она человек другого поколения Вам нужно искать женщину Чуть больше по себе А слоника поставила Рядом с собой Работа телеведущей Требует сосредоточенности Поэтому я рекомендую Пить чай Акбар Утонченный вкус И богатый аромат которого Помогают поддерживать бодрость И хорошее настроение Через несколько минут Вы станете свидетелями Нового знакомства Давай поженимся Теперь вашим мобильным Набирайте 0736 Роза и Василиса Дадут вам совет В любое время Оставайтесь с нами Майонез Махеев С лимонным соком Махеев Я думаю о том Что ты ешь В эфире Давай поженимся У нас в гостях Дмитрий Идите встречайте Вторую невесту Удачи Добрый день Дмитрий Здравствуйте Я очень рада нашему с вами знакомству Я тоже И я надеюсь Что наше знакомство продолжится Возможно даже у вас в Троицке Я там ни разу не была Но мне очень бы хотелось посмотреть Обязательно посмотрите Спасибо Проходите Какая сразу Лиса Лиса Алиса Она уже в Троицке Давайте на вас посмотрим Светлана 43 года Много лет проработала врачом-психиатром Сейчас медицинский представитель Крупной фармацевтической компании Увлекается машинным вязанием Бальными танцами И любит отдыхать на природе Мечтает быть опорой Своему любимому мужчине Первый муж Светланы пропал без вести А второй не смог принять ее ребенка Надеется, что Дмитрий Всегда будет рядом И сумеет подружиться с ее сыном Вот для меня Как для профессионального человека Очень многое становится понятным Глядя на фотографии Это вот крупный план Никуда не денешься Все в глазах В 90-е годы, небось, муж пропал, да? В 95-м году, да Это было в городе Рязани Как раз тогда Там очень были большие проблемы С группировками какими-то там А он где-то бандитствовал или нет? Нет, боже упаси Он был, конечно, не бандит Он просто занимался... Но был какой-то свой бизнес или что-то? Да, занимался своим бизнесом То есть вы ни с новым недухом, да? Нет Ничто не предвещает Пять лет искали И через пять лет был признан без вести погибшим Да Сыну было 10 месяцев, когда это случилось Мои соболезнования вам Бедная девочка Спасибо Что вам пришлось В подвешенном состоянии Не хоронили, не знаете Ужас, ужас И вот вы остались одна с ребенком Кто помогал? Как выживали? Вы знаете Я закончила вуз тогда И как раз вернулась к родителям И поскольку безденежье, все тяжело Это трудно Я работала две смены А с ребенком в основном были мои родители Ну слава богу, что помогали Большое им большое спасибо Я, конечно, без них бы Я бы, наверное, не справилась Да, бог вам здоровья Светочка, а вот влюбились в парня Который на 8 лет у вас был моложе Когда, сколько было пацана? Сыну было 8 лет Когда мы познакомились Вообще в глазах такая, знаешь Страдалась Да Ну если первым, может, то пропало, естественно Я думаю, что это неожиданно и очень Не хороший опыт молодой муж Я не хочу сказать, что он плохой человек Он хороший человек Но просто единственный минус, который оказался решающим То, что он не умеет общаться с детьми Не умел и не смог научиться Дело не в этом У него просто было жесткое сердце Он не полюбил и не принял вашего мальчика Хотя тот, когда вы поженились Прибежал в школу и сказал Теперь у меня есть папа Да, да, это было И довольно долго даже То есть мальчишка тянулся к нему Мой сын говорил мне, мама Ничего, просто у него не было детей своих Поэтому он, наверное, еще не научился Света, а в чем, скажите, выражалось его неприятие вашего мальчика? Ну вот все на почве того, что ребенок обращался ко мне не в то время Когда мы разговариваем или сидим за столом, например, кушаем все вместе Да, кончился хлеб Сын, мам, у меня хлеб, дай еще хлеба Для меня несложно встать, отрезать ему еще хлеба, дать А тут вот ты что, сам не можешь? Ты не видишь, мама кушает Теоретически это правильно Теоретически это правильно, но для меня это несложно Ну как, он скандалил или просто мягко говорил, там, Петя Встань и отрежь, мама устала с работы Ну тебе же не трудно отрезать кусок Он говорил, он это говорил, он не скандалил, но говорил это жестко Парень страдал от этих замечаний? Конечно То есть вы видели, что он страдал, да? Потому что даже если замечание было правильное Оно сопровождалось таким напором Авторитарностью В резкой форме высказывалось В резкой форме, да И сын мой, он как-то не привык раньше А вы не девчонку растите? Нет А вы парни? Он, по сути, был прав Молодой парень, 25 лет Молодой он еще Он видел такого же парня, чуть младше себя Который говорил Ты что, не видишь, что я с мамой там сижу, разговорю? Ну иди сам возьми хлеб Это нормально Если мальчик убегал и рыдал в спальне Вы же врач-психиатр То это проблемы в мальчике и в вас А никак не в вашем мужчине У нее дети на первом месте А для кого нет? Мужчины не станет Нет, почему? Они могут на одной ступеньке быть Что стало последней каплей? А последней каплей стала такая ситуация Пришла я с работы Я работала во вторую смену Пришла в 9 часов вечера Сына нет дома И спрашиваю, где? Не знаю Сына нет дома, 10-й час Он не знает, где Естественно, я пошла искать Потому что ребенок домашний Он никогда в подворотне Ни с кем не шмонался Ребенка сколько лет было? Это произошло в 9 классе уже 15? Ага 16? Вот Я пошла его искать Искала, искала Нашла Он ходит вокруг дома Пойдем домой Он говорит Нет, я ушел из дома Я больше домой не пойду Почему? Потому что Он сидел Занимался программированием Пришел супруг Сделал ему замечание Какое? Он сказал, что ты уже сидишь за компьютером А посуда еще не мытая Господи, стой посудой Я могла не мыть Он говорит Будет у тебя возможность Помоешь Вот желание Хотя он никогда не мыл ее тоже Но он не любил Ну и что? Я тоже много вещей не люблю Посуду купите машину И проблема решена Купите посудомоечную машину И все будет хорошо Вообще проблемы нет Я бы того и не понимаю Вот эти проблемы Помыл, не помыл Но в магазин он ходил Когда ему надо Он даже научился себе готовить Тот, чем накричал на него Почему он ушел Он отрезал Нет, фраза Он ему отрезал Значит, обиделся на фразу Что почему я должен Я еще должен просить тебя Конечно Как это так может? Что отрезал ему? Компьютер перерезал Мышку? Нет, ну вот так Провод Да, не просто оцени Он сказал Я тебя предупреждал Если что-то не так Ты попрощаешься с компьютером Вот попрощайся Правильно А дальше как будет? Значит, я считаю Свет Папа, посиди, друг Поднимай Конечно, женское сердце Женское сердце Но если мужчина не бьет Если не унижает То он воспитывает должен Потому что мы женщины Конечно, сами хотим Нарезать, намазать В постель Но вы просто должны понимать Вы такого мужа хотите потом? Кого вы растите сейчас? Лариса Что вот я Возможно Я не говорю, что я была всегда права Конечно, у меня были ошибки Безусловно У кого их нет? Но то, что получилось сейчас Из моего сына Я очень рада И я бы себе такого мужа Какого он сейчас Хотела бы А вы в однокомнатной жили А что же вы А как вы там Троем-то? У вас же была возможность Ну как-то улучшить Чтобы у сына комната была У нас была возможность Но супруг как-то Не торопился Поскольку квартира Это была ему А он жил на вашей площади? Нет Мы жили у него А когда развелись Кому осталась квартира? Ему Ему То есть вы с ребенком ушли Да, мы ушли Но вот Недавно Ушли Мы же снимаем квартиру Дмитрий, скажите Вот то, что вы услышали Да Вопрос не в том, что кто-то должен Приходить кому-то и говорить Сделай это Сделай то Или сделай пятое-десятое Совершенно? То есть вы на стороне ее бывшего Конечно Это абсолютно мужская позиция Вот и правильно вижу и делаю Вот это вот правильно Сейчас будет с вами Как бы обратная сторона Мальчик Которому В том же возрасте Которому нужна будет мама Ну у этого мальчика Есть папа К счастью Есть папа А у меня была ситуация Женщина должна такой прийти Чтобы не отбить у него желание Никогда Жениться И чтобы не было отвращения Ко всем женщинам в мире Понимаете? Слушай Ну это же их вариант Она точно знает Как правильно Найти подход к мальчику Как правильно Разрулить эту ситуацию Я тебе говорю Она в любой ситуации Сможет найти какой-то Не знаю Мне почему-то кажется Что он выберет ее Вы врач-психиатр Вы профессионал Знаете больше, чем мы Поэтому все вы понимаете Думаю, ошибки учли А сейчас покажите сюрприз Вижу эротичный реквизит Думаю, сейчас будут игры в медсестру Так что проходите Проходите Я врач не только по призванию Но и по своему внутреннему состоянию Поэтому давайте сейчас Что я могу Я вот вам помогу Пожалуйста, если можно Вы не могли Давление А можно мне тоже И можно мне тоже И мне давление Вот с этого плеча Вот уже очередь В нашем медкабинете образовалась Это уже очередь Образовалась в медкабинете Мне интересно Какое у нее давление Если честно Ну скажем так Учитывая ситуацию Честно скажите Я видела Учитывая волнение Существует понятие Врачебной тайны А я видела Я думала Я видела Все хорошо Берем живого Берем Так, ставайте Очередь Мужчина Мужчина Очередь Очередь Давайте, давай А у вас как с давлением Вообще? 120 на 70 Прямо там, знаете, как было Перечно оценивать Сколько было? Нет, перечно оценивать Повышенный Ну слегка повышенный Что там говорить Ну что здесь все Пусть У меня давление Спасибо, доктор Всего хорошего Здоровья Удачи Ну а остальное Что можно Чем я могу еще вам помочь Я надеюсь У меня будет возможность Хорошо Светочка Проходите в свою комнату Спасибо вам Молодец Молодец Спасибо Спасибо Это было лучше всех Правда? Дмитрий, впечатления? Ну, вы знаете Мягкая женщина Мягкая В общем, я думаю Не стоит обратить внимание Я думаю Не просто стоит А бегом Доктор в семье Послушайте Вы что думаете Вы прямо на На каждую женщину На такого любителя С мальчиком Еще 10 раз посмотрит Идти или нет Скажет Зачем проблем своих До сих пор Тем более в таком возрасте Вот это ж не будет Такая Мачеха-жаба Такая молодец Работала всю жизнь Ребенка Ребенка сейчас Тянешь одна Посмотрите Вот я и критиковала Ее подход, конечно Да? По отношению к мальчику Но редкая женщина Которая Не променяет Ни на какие штаны Своё дитя Редкая Вот она не променяла Она прислушалась К своему ребенку Слава тебе, Господи А не жила Не металась между двумя Лишь бы быть замужней Прям 10 баллов ей Очень мне понравилось Светочка Очень Я Светлану тоже рекомендую Дорогой Дмитрий Ну, в вашем возрасте С таким давлением Которое она померила Врач нужен рядом Я не против Просто необходим Просто необходим Просто необходим Вася, звезды Сегодняшняя вообще Как сегодня звезда Благоволит? Я бы сказала Что звезда-то благоволит Человек Не могу сказать Что совсем вас Но в ней есть То нужное вам зерно И полезное Которое может быть Сейчас интересно Она консерватор Классический Она с трудом Идет на изменения Я не консерватор Я вообще абсолютно Холостичный человек Я не знаю почему Она человек Который видит Тот срез реальности Который видит Она многого не замечает Или старается не замечать Что в семейной жизни Тоже в общем неплохо Ей все время кажется Что все идет как-то Вроде бы по ее плану Мне кажется Что вот такая доля Иллюзии Очень правильная Для семейной жизни Не хороша Впереди у нас Третья невеста И возможно выбор Своей судьбы Не пропустите Вы смотрите Давай пошенимся И я предлагаю Дмитрий встретиться С третьей невестой Проходите Удачи Здравствуйте Дмитрий Здравствуйте Очень приятно С вами познакомиться Я надеюсь Наше общение Будет Я тоже Спасибо большое Да Мужчина с цветами На первом свидании Это здорово Она симпатичная Симпатичная Хорошая Да Мне нравится Какая прелесть Они съедобные Какая прелесть Спасибо 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 Очень приятно Это конфеты Рост Конфеты Шикарно Спасибо большое Ай Какие прелестные Цветочки Съедобные цветы Съедобные Давай с нас посмотрим Татьяна 33 года Хозяйка своей фотостудии Увлекается дайвингом Рыбалкой И любит путешествовать Гордится тем Что все в жизни Делает с душой И предупреждает Что никогда Не простит обмана Мечтает научиться Управлять вертолетом Татьяна очень тяжело Переживала разрыв С любимым человеком И вышла замуж За первого встречного В надежде Что стерпится Слюбится Но семья не сложилась Надеется Что Дмитрию Можно довериться Москвичка Красавица Молодая Что за необходимость Такая была Выйти за первого встречного Да не то Что необходимость Наверное просто уже накипела То есть только во мне Скопилось любви Недолюбленности Такой Которая При разрыве Случается Потому что разрыв был Любя Конкретнее пожалуйста Вы любили парня Парень любил вас Да Но я просто оказалась Не еврейкой А свекровь хотела Ну потенциально Хотела чтобы в их семье Была еврейская девочка Я думаю что так Потому что Таня Я думаю что очень похожа На еврейку Правда Я знаю Вот он видимо ошибся Он меня просто боготворил Блинная тучка Красивая Да правда Таня Вот знаете я вам что хочу сказать Если мужчины любят Сто человек его будут за руки держать Это да Он пойдет к своей женщине Наплюет на родителей На род На все Согласна Понимаете И женится Значит Что-то было в его отношении к вам Мне кажется больше фантазии ваших Ну хорошо А что вас опять же Москвичку молодую красивую Заставило Перейти в какого-то юнца К себе Девятнадцатилетнего Я как раз узнала Что вот Тот молодой человек женился У него родился сын У него все замечательно Вот вам захотелось Ему в пику тоже да Ну наверное А где отдыхали Не то что я узнала Я просто психанула И отправилась отдыхать То есть я положила палатку в машину И поехала Куда глаза глядят Куда-то в сторону тепла Вот В Воронеже у меня пробило колесо Со мной напросилась подруга И Ну мы уже ночь На пробитом колесе На запаске далеко не уедешь Она говорит У меня тут где-то под Воронежем Двоюродная бабушка живет Давай заедем там переночуем И дальше уже днем разберемся с колесом Вот мы заехали И там у этой бабушки Был внучок Который Конечно Для него такой подарок Он пришел с гулянок Ночных Приехала сама На машине крутая И в кровати спит Такое вот Чудо московское Утром Чувствую Что по мне Кто-то там Чем-то там Лупит Ах ты Такая Моего внучка Совращать Меня выставили За дверь То есть вы так забыли Что даже не помнили Если бы Я просто Думала Это бы одеяло тяжелое Да Понимала Не понимала Что это вообще происходит А так было Пригрелось Короче Совратила пацана Почти да Каюсь Да Совратила И говоришь Теперь я как честная женщина Должна Должна Конечно Взять Забрать Забрала А как же Ребенка не родила От него Поначалу Если честно Не решался Потому что Он был совсем Вообще К этой жизни Не готов Я включилась Сама Как мама То есть У меня Появился Такой Большой Детиношка Двухметрового Роста Кошара Такая Потом Она креп Почувствовала себя Москвичом Да Соответственно Гражданство Прописка И я уже Бизнес так свой Подготовила Так что Какое гражданство Если вы его из России Привезли Нет Это он отдыхал У бабушки Это он Из Карькова Сколько вы с ним Были в общей сложности Шесть лет Шесть лет Расстались Из-за чего Забрял Расстались У него появился Друг В общем Они вместе В сговоре И бизнес отнили И в общем У вас Да У родной жены Да А суд Никак А что там Там все хитро Все делалось Таким образом А мужа А не матчего-то было Нет Там было все хорошо Я так понимаю Что он с ней Отношения завел Ради бизнеса Ее что ли А на территорию Супруг пойдем На территорию Супруга Не у нас Только такие условия А да Троицк Да А ну а вы что там Там что дом Там ребенок Не Это Новая Москва Я знаю У меня собака Большая Кошки Чего вам дом У меня дом же И что Вам деток нужно Уже А дом где у вас Красногорский Ну Красногорск он ближе Гораздо Ну то есть она не готова В принципе Ну похоже что она не готова Танечка скажите Вы в состоянии воспитывать Мальчика 12-летнего Как вам кажется Хватит сил Ну любви у меня точно хватит Любви у меня уже достаточно А любви точно хватит Очень хороший ответ Браво Спасибо вам А если есть любовь Все остальное Опыт Это уже Если будет сердце вас Ничего другого не нужно Не староват Не староват для вас Дмитрий Десять лет Разница Глаза светятся Как у молодого Спасибо Спасибо Ты уже с молодыми Тоже объелась Я уже честно не знаю Я Я наверное Больше уже положусь На судьбу Потому что Мой выбор Я ему уже не доверяю Но она какая-то Не амела Не знаю Она неопытная В жизни Нет опыта у человека Вот живет Как вот по течению А вы дорогая Танечка Готовы Что наше давление Уже меняется По большому счету Да-да-да Уже есть Конечно И что за мужем Нет ну хорошо Что за мужем Надо будет уже ходить И как-то там И следить Татьяна Вам совет Ничто не сбрасывает Так давление у мужчины Как очень хороший Качественный секс Поэтому вы мне поверьте Этого не хватает У Дмитрия Поэтому момент Высоконькая Так что Только любовь Покажите сюрприз Мы Репетировали И подготовили Очень веселый сюрприз Под зажигательную мелодию С моей Крестницей С дочкой Люды И ее партнером АПЛОДИСМЕНТЫ Молодцы делать Зажигательно Действительно АПЛОДИСМЕНТЫ Молодцы вообще Я так люблю Это все дело Молодцы Спасибо Они очень стесняются Но очень старались Спасибо Проходите Вам спасибо Ну что Зажгли Зажгли Молодцы Молодцы Ратьяна понравилась Еще бы Все в ней прекрасно И внешность И характер И возраст Очень глубокое женское начало У нее Возраст Милый называется Возраст В личном общении Он приятнее Намного почему-то Но ты его понравилась Судя по всему То ли так Да Все девчонки Чтоб не говорили Сочность Сексуальность Молодость Ну что тут Вася звезда У нее сейчас Вот буквально еще сегодня Еще пару месяцев Продолжается абсолютно Удивительный период Она способна почувствовать К мужчине нежность И она готова влюбиться Вот буквально Прямо сейчас Именно влюбиться Отдать чувства Своему мужчине Мне кажется Анализа 12 Уже готова была влюбиться Лариса Нет Даже у таких женщин Есть такой особенный период Правда вот сегодня Если мы про этот день говорим То сегодня Девам и козерогам Страсти подходят Сексуальные А хотя она Такой ярко выраженный знак Весы И все равно В любом случае Это вот То есть она чего Неадекватна что ли Сейчас Почему Она как раз Ну в состоянии Какого-то такого Она адекватна Она сама с собой Скажем так В гармонии дружит Но просто сейчас В период влюбленности У каждого человека Он бывает Раз в какое-то время Нам легче Скоренько-скоренько Надо пристраивать Мне кажется Это не мое Ну я конечно Танюшева Более того По крайней мере Если уж это действительно У вас есть Вот эта вот Привычка Выбирать проблемных женщин То у Танечки С этим все хорошо Ну и молодая Ну уже сочная Прям готова Только что сейчас Прямо уже Рожать здоровых детей Посмотрите какая Вы Дмитрий Можете облизываться Еще 47 минут здесь Но Я вам все-таки советую Пойти к Светлане Ну а как ты оцениваешь Свои шансы? Чуть больше 5-10 Светлана выглядит Потрясающе Женщина фантастическая Красавица Готовая для замужества Это то что вам нужно Поэтому я за Светлану Я тоже конечно Считаю Что Астрологически Вам больше Подошла бы Татьяна Хотя по-человечески Мне кажется Что со Светланой Вы нашли бы Больше общего языка Но я привыкла Доверять себе И своим знаниям Поэтому Татьяна Хорошо Спасибо Спасибо вам Поскольку вы уже определились Проходите Мы вас в любом случае Поддержим Выражайте симпатию Нашим будущим героям Отправляйте смс С их номером По телефону Четыре четверки Мария 26 лет Номер 2220 Инспектор отдела кадров Ведет активный образ жизни Занимается спортом Обожает проводить время на природе Гордится своим воспитанием Мечтает о крепкой и дружной семье Хочет встретить высокого Сильного мужчину С чувством юмора Анна 25 лет Номер 2221 Преподаватель по искусству Любовных отношений Любит читать книги по психологии Обожает конный спорт и сноуборд Мечтает о вечной молодости Ищет умного, мужественного парня С которым будет чувствовать себя защищенной Мы не знаем, выйдет Дмитрий один Или с избранницей Я приглашаю всех Выходите Давайте его поддержим Здравствуйте, Татьяна Я за вами Я за вами Ну, пойдемте У нас есть пара Дмитрий и Татьяна Мы дарим нашей паре Замечательные конфеты Левушку А конфеты фабрики Славянка С ними ваша жизнь будет яркой и сладкой Славянка Несет радость людям Если вы тоже хотите обрести свое счастье Заполняйте анкеты на сайте Первого канала Если вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы И вы хотите с ним познакомиться Отправляйте СМС с именем героя на номер 4-4-4-й Я Ларисе Бузееву желаю, чтобы любимый человек Обязательно сказал вам Давай, отженимся Спасибо Ну, если вы позволите Я не буду отвечать на этот вопрос Как испугался Аж руки запачки Конечно Из-за тебя испугаешься Я просто оказался козлом Вот и все Мужчина Импонирует очень своей настоящностью Я его обожаю Я без него жить не могу И мне никогда не пели песни Я просто в восторге И пусть на пути снегопад Я счастлив вернуться назад Я тебе Лунными ночами Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!